друзья мои дождь вызванный александром закончился так же быстро как он и начался и куда мы сейчас пришли ара расскажи пожалуйста алексей егенович мы сейчас находимся в питомнике саженцев фисташки это уникальное место я сейчас покажу и расскажу вам это саженцы фисташки они не в земле они в стаканчика там они в горшках полиэтиленовых специальных горшках сейчас мы образцы покажем и мы их сели сорта который подходит для семена фисташками мы их выращиваем пойдем все им сеем в мае месяце и уже уже середине сентября они готовы для посадки основания сада фисташки это большой питомник сколько здесь саженцев около 70 тысяч штук а здесь вот разделительная да это нейтральная полоса сорта разделяется да наверно сорта разделяется для удобства полива для удобства за уходом саженцами значит фисташки имеют уникальность саженцы их лучше сажать в горшках чтобы потом горшками этой же землей посадить на свое основное место есть высадить ее до во время основания посадки сада фисташки это тоже очень востребованный товар она востребована как в армении такие мы их экспортируем и если есть интерес у кого-то чтоб закладывать сад фисташки они могут обратиться на дар все контакты я ребята оставлю в описании что вы обращались напрямую тут у нас уже время не знаю сколько часов 7 наверно длинные тени закрывают наверное немножко нам может быть с этой стороны пойдем чтобы да сейчас снег снимет образец как выглядит в этих горшках полиэтиленовых пленках саженцы то есть достанем корневую систему посмотрим да или что нет покажем вот как они выглядят горшках потом их мы машина мы экспортируем в этом году мы отправляли как в начале нашей программы сказал мы отправили в астрахань и закладывали сад фисташки в астрахани через сколько лет начнет плодоношение вот после высадки вот такой рассады здесь очень важная уникальность это рассада нужно сажать года через два-три их обязательно нужно прививать а после прививки через два года они начнут плодоносить то есть через 4-5 лет получается то есть это подбой получается да да их мой это нет это сорт мы можем вообще их не прививать но если не будем прививать они начнут плодоносить через семь восемь лет и меняем сорт разные сорта вот так выглядит чем оживаем чем прививаем сортами которые уже заказчик выбирает и какой хочет сорт получать урожай вот саженцы выглядит вот так они полиэтиленовых пленках и вот таком виде они уже готовы для посадки очень длинные вот эта труба большая корневая система у фисташки да да прямая прямая у него центральная центральная прямая центральный корень прямой да и от него отходит а далеко отходит 12 метров глубину да а то есть центральный корень до 12 понятно и поэтому так как у него не сильно развитая корневая система и прямая корни поэтому их нельзя вообще отделиться от почвы нужно этой почвы сажать и это увеличивает то что принимаем приживаемость да они недорогие они очень обоснованы экономичные если кто-то заинтересован основать сколько сколько стоит вот у нас сейчас июня 2 2021 года сколько стоит такая вот такой саженец 2 доллара до полтора доллара полтора доллара да а если кто-то не захочет праздницу я хожу хочу себе в огород 3 дерева посадить это мы только подарок даем мы сегодня снимали видео на птицефабрике да у ребят ягра сколько ты сюда кур привез он горит ну вообще-то а сколько у тебя говорю кур здесь он горит но вообще-то было 5000 а сейчас 3 и такой думаешь я скажу что сдохли он горит да нет друзьям подарил еще кому-то раздал говорит 2000 маленьких количествах только нужно подарить понятно минимальная партия какая вообще фисташковый сад имеет закладывать начиная от 5 гектаров потому что меньше 5 гектаров она будет экономически не целесообразно поэтому если кто-то решил когда-то основать сад фисташки нужно так запланировать что большие площади промышленные площади закладывать начиная от 5 гектаров больше 50 100 200 тысяч гектаров важный вопрос про агросопровождение то есть даете какую-то консультацию или я вот как предприниматель обращаюсь к вам в компанию да и выезжаете ли вы на место в россию что посмотреть или что нужно то есть вы же вот не продадите вот всем подряд вот нет нет вы заинтересованы они как я понял в армении очень дорожат своим именем и своей работой не могут себе позволить продавать некачественный товар значит если кто это очень хороший вопрос кто-то если обращается спрашивает во первых мы берем условия климата где хотят основать сад и анализируем вообще этот климат подходит или нет если подходит мы продаем им саженцы и первый год бесплатно их делаем агроконсультации как ухаживать за ним сколько дать удобрения сколько поливать какой режим полива какой уход это очень важно нам очень ценно что люди которые решили какой-то когда-то основать сад фисташки что был результативность то есть не просто продать и все и глаза закрыл и буду буду вот например довести до планирую весною ко мне обратился предприниматель из краснодара и очень был заинтересован хотел основать сад в краснодаре я ему несколько вопросов отправил по телеграм-канале и один из вопросов был какие подводные подземные воды как глубоко да как глубоко он сказал я не знаю что это важно я говорю да нужно минимум минимум что было четыре метра а когда он проверял оказалось что там полтора метра и там воды да то есть под золи да да не ибана будет первый год россию до а потом высохнет нужно проверять прежде чем основать сад фисташки нужно это площадь проверять чтобы подземные воды были глубже чем четыре метра чем глубже тем лучше арова никович скажи пожалуйста если люди будут обращаться консультации даешь вот про конечно это он может быть и не будет никогда заводить это не имеет значения это мой профессиональный вид деятельности я специалист по выращиванию фисташки и мне очень приятно если кому-то могу помочь и дать консультации неважно он будет посадить сад фисташки или не будет это мою профессиональную деятельности которым я горжусь и с удовольствием занимаюсь друзья мои значит все контакты будут оставлены в описании к этому видео обращайтесь напрямую не забывайте что здесь плюс 1 час к москве не звоните слишком рано не звоните слишком поздно контакты будут оставлены посмотрите я небольшой специалист по выращиванию фисташки но мне кажется это очень интересный бизнес если у вас есть ну по югу россии там выращиваете там зерновые там или еще что-то и у вас есть там лишние там 5 гектар на попробовать по крайней мере да на попробовать потому что на юге россии там большие на дело там 1000 гектар и так далее то есть посадить небольшой фисташковый сад если позволит климат и природные всякие там солнечные дни и так далее и зимний период позволит ара вас проконсультирует да с удовольствием с удовольствием конечно вот так вот мои друзья это очень интересный новый бизнес мы побывали и посмотрели то что не видела большинство наших людей занимайтесь выращиванием фисташки может быть это звучит смешно на данный момент то я надеюсь что через там 35 там 10 лет выращивание фисташки будет нормальным бизнес бизнес в россии тем более как мы посчитали это и калмыкия может подходить до весь юг россии это и калмыкия астраханская область тавропольский край краснодарский край полностью подходит и еще скажи пожалуйста в сентябре начинается сбор да и и сразу же вот ее ты мне прислал видео я видел как они там это на машина дорабатывается до сентябре сбор урожая начинается конец сентября начало октября месяца зависимо от погодных условий за вегетационный период после сбора урожая есть небольшой линия который очищает мягкую кожуру и сушит и готов уже для употребления они падают фисташки или их надо снимать их нужно как виноград собирает кистьями их нужно собираются да кстати сейчас в мире все употребляют сухие фисташки но многих странах где растут фисташки продают в свежем виде например мякотью да 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 она намного полезнее намного вкуснее свежие фисташки потому что там сохраняются все микроэлементы процесса жура то там мягкая мягкую кожуру не едят продается свежем виде мягкой кожуру но все равно раскрывать его внутреннюю орешку едят но так как она свежем виде сохраняется все микроэлементы все аминокислоты которые очень полезны организму когда к тебе приезжать есть такую фисташку в конце сентября в конце сентября я даже думаю каким-то образом наладить поставки свежей фисташки самолетом в россию ну мне кажется в россии не знаю такого продукта друзья мои напишите в комментариях знаете ли вы свежую фисташку или нет еще раз большущее спасибо желаю процветания этому бизнесу очень приятно что такой новый нестандартный нетрадиционный вид бизнеса появляется братской нам стране очень хочется верить что и в россии это тоже будет будет хорошо спасибо большое и позвольте алексей евгеньевич выразить лично вам вашим работникам роману александру александру за дождь за работу за ваш телекомпанию за вашу работу потому что вы занимаетесь очень важной работой сейчас объясню почему независимо в каком стране живет человек независимо какой национальности если человек сит это благодаря сельскому хозяйству любой человек если сит это благодаря сельскому хозяйству ваш сервер фермеру именно занимается освещением сельского хозяйства по разным странам разных хозяйствах это на самом деле очень очень гуманитарная работа и я высоко ценю и и думаю что все зрители будут делить мое мнение что вы очень большую работу делайте как для российского зрителя так и всех кто за следит за вашим сервером у вас очень полезная работа очень хороший сервер фермер . ru youtube и всегда я с удовольствием слежу смотрю желаю вас тоже удачи вашем работе потому что очень полезную работу самом деле спасибо большое то хочу сказать что зрители из россии у нас всего 38 процентов все остальное русскоговорящий мир всего 38 процентов из россии остальные все кто говорят и понимает на русском языке спасибо большое за эти добрые слова очень приятно всегда такое слышать спасибо и вам спасибо вот так вот друзья мои спасибо за просмотр спасибо двух